МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. Просто им не повезло. Переселенцы и участники АТО не могут найти работу. Тот случай, когда с потолка идет дождь. Жители Запорожья не могут победить плесень и постоянную влагу. В Японии запорожские каратисты показали хорошие результаты. Их команда в составе трех спортсменов привезла две бронзы. Красив и счастлив. До умопомрачения милый лемур обожает, когда его расчесывают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На четвертом месте Ярослав Гришин. У него 7,5%. А замыкает пятерку действующий городской голова с рейтингом 6,9%. Выборы городского головы пройдут в два тура, прогнозируют социологи. Мы все видим, что наибольшая реальная борьба, которая может произойти у Буряка, на данный момент это пока Николай Фролов. То есть тот провластный кандидат, пока они его как-то позиционируют провластным, он имеет больше всего шансов. Ну и как странно, наверное, с определенной степени, это Александр Син. Вот среди той первой четверки, пятерки, они имеют больше шансов побороться во втором туре с Владимиром Буряком. Электоральные симпатии во втором туре распределились следующим образом. Если бы во второй тур прошли Владимир Буряк и Николай Фролов первому кандидату, отдали бы голоса 37,2% опрошенных, а второму 18,3%. При встрече во втором туре Владимира Буряка и Александра Сина голоса распределились следующим образом. 35,7% против 13,5%. Если же во втором туре окажутся Владимир Буряк и Сергей Кальцев, голосовать за первого согласно 35,7% опрошенных, а за второго 10,4%. В Запорожье актеры телеведущая Антин Мухарский презентовал песни про Путина. В рамках своего творческого проекта «Лагидная украинизация» Мухарский выступает в роли ярого националиста Ореста Лютого. С помощью этого сценического персонажа он высмеивает недостатки современных музыкальных направлений и разоблачает сущность российской пропаганды. Последней теме посвящен весь новый альбом Ореста Лютого под названием «Песни русского мира». 13 саркастических музыкальных композиций на русском языке адресованы оппозиционерам России, которые, находясь там, болеют за Украину. Песни посла Мухарского открывают глаза на политику российского правительства по отношению к нашей стране и высмеивают информационную пропаганду, направленную против Украины. «Для десакралізації певних брехливих штампів російської пропаганди, для підтримки російського бойового духу, бо нам тепер треба працювати з ними, доносити до них якісь змісти. Якщо раніше ми були зосереджені саме на внутрішньоукраїнських проблемах, то тепер нам важливіше розвалити російську імперію. Саме таке завдання ставить собі наші невеличкі творчі угруповання. Тобто будемо воювати до розвалу російської імперії». Не спешити выбрасувати стару електрическую плиту или кипятильник. Вторі сутки 100-тысячний Бердянск остається без газа. Кухонные плиты, водонагреватели і оборудовання для автономного отоплення превратились в ненужний реквізит. Подробності у Ігоря Стрельцова. Включаю, газа нет. Все. Ольга і Олександр Фоміны – пенсіонери. Газовая піч в їх домі второй день – ненужний атрибут. На ній ни еду не приготовиш, ні чайник не вскипятиш. Вручає електроплітка, купленная більше 30 лет назад. «Где-то вже лет 35, якщо не більше, це продавали в універмагі. Ми взяли в універмагі її. І вона простояла, потім завернула, вона стояла у мене у ящіку. Це 30 лет. Потом вспомнила, що вона у мене є. 13 октября на магістральному газоводі, ведущим в Бердянск, начался ремонт. Щоб не оставити жителі без газа, був сформуван запас. Ремонтные роботи затянулись, запас кончился. Раніе всегда проводились такі регламентні роботи. Населення не страдало, і все було слажено, четко сработано. Проблему пытались решити на засіданній в мэриї. Представітелі газової служби відказуються возобновляти газоснабження, пока не убедяться, що все горілки в домах закрито. Ви знаєте, при посещенні квартир, коли нам, ну, знаходились жильці, приходили. То есть, где-то каждая п'ятая квартира с открытыми комфорками газа. Ви согласны, щоб я вам пустил в дом газ? Такого бути не можу. Компромисного решения так і не нашли. Представітелі городської власи заявили, обратились в правоохранительные органи, СБО і Кабмин с требованием найти виновних. Поставчі газа обещають подати топливо тільки після полного обхода квартир і частних домів. Це, по їх розчетам, може занять от 4 до 8 днів. Дмитрий Злачевський, Ігор Стрельців, Бердянськ, ТВ5 Везде вода. Жильці дома номер 65 по улиці 40 лет Советской України уже целый год борются с плесенью і постоянной влагою в під'їзди і в квартирах. Трубы дали течь, в подвале стоїть вода. Із-за разрушаючогося фундамента аварійний дом може уйти под землю. В ситуации разбирались наші журналисты. Здесь зимой і летом по стенам течет вода. Із-за влаги в підвале дом починає проседати. Жильці возмущаються. В одной із квартир вже разрушається кафель. Екатерина недавно зробила в квартире ремонт, але по состоянию стен этого не видно. Сняла обої, обрабатывала специальною жидкостю от плесени, от цвели. Но она появляется снова. Должна полностью высохнути і устранити, щоб цю проблему не высыхає. Страдають от этой коммунальной проблеми не тільки жильці дома, но і работники «Радио-3». Поміщення, в якому вони знаходяться, расположено во второму під'їзде этого дома. Уже більше года їх офіс більше похож на душевую комнату. Течет со всех труб. В колцентр «1580» жильці дома і работники «Радио» звонять кожний день, але в ответ слышат только пустые обещання. Заявку вони приймають одну. Потом вони кажуть, що ваша заявка є, ждите. Последній, коли я звонила, це в начале сентября, вони мені сказали, к концу сентября ми вашу проблему устраним, ваша заявка подана. Тим временем в квартирах на 5-м этаже из-за постоянной влаги появилась плесень і завелись мокрицы. Женщина пыталась вытравить їх, але все безрезультатно. Пока коммунальщики не починять канализационную трубу, вода буде течь постоянно, влага не уйдет. Бегають у тебя тут? Да. А хто бегає оттого? У нас вже більше года цвітет. Стенка, обои облазят. Ну, плесень. Сыро і запах дуже сильний. Жители вже самостоятельно латають трубу, чистят стены в під'езде, але этого мало. Нужен капітальний ремонт. Люди возмущаются. Якщо б вони самі собирали деньги на содержання дому, давно б все сделали, а коммунальщики пока не спешат. На данний момент Происходит обследование всех коммуникаций по подвалу второго подъезда. И, скорее всего, будет принято решение о том, чтобы буквально до конца этой недели произвести замену тех труб, которые, собственно говоря, отслужили срок своей эксплуатации, учитывая, что проблем с материалами нет. Так как дом находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном капремонте, оставлять работы на потом просто нет времени. Сейчас жильцы живут в постоянном страхе и с риском уйти под землю. Станислав Печурин, Кристина Залецкая, Руслан Шевченко, ТВ5. Найти работу. Количество безработных в этом году по сравнению с прошлым выросло на 11%. Среди тех, кто ищет работу, переселенцы из Донецка и Луганской областей и демобилизованные участники АТО. Им устроиться на работу еще сложнее. Почему и есть ли решение у проблемы? В сюжете Дианы Клочко. Раньше Инна жила в Донецке. Говорит, там было все необходимое для счастья. Семья, жилье и работа. По специальности женщина-повар. Когда начались военные действия, уволилась. Вместе с семьей переехала в Энергодар. Там прожили год. Обращалась в центр занятости, но работы для себя так и не нашла. Мне предложили пойти на курсы. Сначала медсестры младшей. Но оказывается, мне нужно было оттуда ездить в Днепропетровск. Либо же оставить семью и жить там. Спустя год семья переехала в Запорожье. Здесь пытаются создать максимальные условия для жизни и хоть немного отлечься от того, что происходит на востоке страны. Когда переехали сюда, объяснила то же самое ситуацию, что я не могу оставить семью. Мне предложили курсы администратора. И то, когда эти курсы будут, неизвестно. Объяснили единственное, что будут курсы тогда, когда работодатель, какому-то работодателю будет требоваться администратор. То есть идет как вакансия. Если она есть, то сразу же идет обучение. Специалисты Центра занятости говорят, с июня ежедневно трудоустраивают минимум 150 человек. И это в каждом из 27 центров Запорожской области. Кроме этого, для желающих найти работу проводятся тренинги, где можно проявить себя и получить должность. С сентября месяца при поддержке Международной организации ПРООН проводим тренинги для переселенцев. Эти тренинги предусматривают обучение основам бизнеса, а затем возможность поучаствовать в выигрыше грантов и получить определенную сумму на развитие собственного бизнеса. Тренинги будут проходить до конца ноября. Самые востребованные специальности – медработники, слесари и водители. Женщина все же надеется на помощь Центра занятости. Ведь работа необходима, как никогда. Очень хочется найти работу. Оно не получается, поскольку физическое состояние не позволяет. Не получается даже по своей специальности вкусный повар-кондитер. Самое то, что я хотела, уже думала, может быть, уборщице устроится. Целенаправленная государственная программа могла бы решить проблемы переселенцев. Но пока это удается лишь отчасти. Диана Клочко, Сергей Чалый, Юрий Васильченко, ТВ5. Сила воли и способность к обучению. Международный день Белой Трости – это напоминание обществу о проблемах людей с ограниченными физическими возможностями. С какими трудностями сталкиваются незрячие и как в Запорожье педагоги пытаются подготовить слабовидящих детей и подростков к жизни в обществе, узнавала Галина Знаминская. Даша Поняткова 9 лет проходит лечение в школе-интернате «Ориентир» для слабовидящих и слепых детей. Но ежедневно вне стен этого интерната ей приходится сталкиваться с множеством проблем. Воспитатели и преподаватели Даша каждый раз удивляет своей силой воли и способностями к обучению. Даша выучила швидкий 10-пальцевый набор текста буквально за выходные. Она выучила программу, которая говорит о голосовом доступе. Даша позволяла только 20-40 минут в день, да, Даша? Да, 20. И вот за два дня по 20 минут она выучила полностью украинскую клавиатуру. И еще за одни выходни она полностью выучила английскую раскладку клавиатуры, не дивлячись. Из 270 воспитанников школы-интерната 10 незрячие. Недавно здесь открыли уже второй класс для обучения детей азбуки Брайля. Есть немало современной аппаратуры для коррекции зрения детей. Они должны быть счастливыми в нашем обществе. И должны быть хорошие дороги. И должны быть все доступные технологии для людей с особенными потребностями. И очень приятно, что в канун этого дня, спасибо государству, было произведено финансирование и мы приобрели вот такие приспособления, дополнительные приспособления для чтения по Брайлю. Для Даши эта школа-интернат стала вторым домом, где она не чувствует себя ограниченной в своих возможностях. У нее есть любимые занятия. Международный день белой трости – это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Галина Знаменская, Константин Пороскевич, ТВ5. Видеть металл – главный секрет работы настоящего металлурга, уверен Владимир Петриченко, который 35 лет проработал в литийном цеху комбината «Запорожсталь». На днях почетный металлург Украины отметил свой 73-й день рождения. В гостях у именинника побывала и наша съемочная группа. Таких людей, как Владимир Петриченко, называют золотым фондом комбината «Запорожсталь». За 35 лет работы на предприятии он в совершенстве освоил профессию разливщика металла. Говорит, качество продукта мог определить на глаз. Коллеги и по сей день уважают Владимира Ивановича за профессионализм и ответственное отношение к работе. Это человек с большим чувством ответственности. Это человек дела. И поэтому звание, которое он имеет, почетный металлург, это то звание, которое не просто дается, знаете, как юбилейный значок, а это звание нужно заслужить. Владимир Петриченко рассказывает, сначала планировал работать на другом заводе, но буквально в последний момент судьба привела его на «Запорожсталь». На «Запорожсталь» после армии пришел, устроился сразу ковшевым, потом разливщиком, старшим разливщиком. И так вся жизнь прошла на «Запорожсталь». 73-й день рождения Владимир Иванович принимает поздравления друзей и коллег. С праздником! Спасибо! Примите небольшой букет такой вот, ну и пожму вашу внуку, как металлургу, и скажу спасибо. Конечно, скажу спасибо за ваш труд и сколько вы отдали родному предприятию. Ветераны-металлурги говорят, не хватает внимания со стороны руководства города. Особенно актуален вопрос медицинского обслуживания пенсионеров. Я понимаю так. Работает человек на предприятии, учреждении, работодатель должен обеспечить его страховкой для того, чтобы он мог на определенную сумму денег получить первую медицинскую помощь. Если ты пенсионер, для этого существует, действительно есть государственные фонды, есть не государственные фонды. И опять же пенсионер должен быть этим застрахован. Бывших запоросталевцев не бывает. Даже на заслуженном отдыхе ветераны предприятия интересуются, как дела на производстве. Вот на этом таких людях и держится комбинат запоросталев. Держится и будет держаться. Елена Назаренко, Андрей Снесаренко, ТВ5. Далее в выпуске презентация документального фильма «У каждого свой фронт». И не только. Не переключайтесь. Ощутиться в красочном мире традиции украинского народа. Премьера фолк-музикла «Покровская ярмарка» состоялась. Несколько лет усердно работаем. В Запорожье открылась персональная выставка картин Ларисы Ермак. Летний сезон закрыт. Второй чемпионат города по мини-футболу завершился. Не останавливайся. Забавная зверушка готова даже не дышать. Только бы это продолжалось вечно. Тяркие костюмы, песни и танцы от казацкого ансамбля «Запорожцы», оркестр и богатство народной музыки. На сцене Запорожской областной филармонии состоялась премьера фолк-мюзикла «Покровская ярмарка». Действие переносит зрителя в красочный мир традиции украинского народа. Погрузились в эту атмосферу и наши журналисты. И все это происходит на ярмарке, точно как в жизни. Правда, здесь она больше похожа на праздник. Покровская ярмарка – это удивительный симбиоз разных жанров как на сцене, так и в самом зрительном зале. Работа над мюзиклом началась еще этим летом. Творческая группа во главе с режиссером много времени уделила поиску аутентичного фольклора. Однако в таком национальном колорите нашлось место и авторским решениям. Яркий тому пример – музыкальное оформление программы. «Ударная установка, которая, по сути, играет ритмы, которые используются сейчас повсюду в такой музыке сучасной. Я имею в виду рок, диско и так и другие». Главный герой фольк-мюзикла «Птицелов». На Покровской ярмарке он пытается продать пернатую, но та отказывается петь в клетке. «Это такая метафора, потому что каждый из нас есть птицеловым. Каждый из нас шукает свою птицову счастья. И он торгует этим. И раптом птицов ему говорит людской мовой. Кажет, не продавай мне, потому что я тебе дам больше, чем деньги». В качестве выкупа за свою свободу птица предлагает три совета, основанных на народной мудрости. И лишь оказавшись в разных жизненных ситуациях, птицелов сможет понять их бесценность. «Не шкодуй за тем, что минуло. Николай не верю в небелицы. И не женись за дурными грошами. И вот три маленькие истории в этом великом мюзикле мы разиграем. И потом, как финал, как кода, мы говорим, «Все можно купить на ярмарку. Только розуму никто не продает». В областном краеведческом музее представили документальный фильм «У каждого свой фронт». Сюжет короткометражки рассказывает о границе между войной и миром, об украинском патриотизме Юго-Востока и о жизни в окопах под обстрелами. Подробнее в сюжете Седония Ракелян. Герои живут рядом с нами, а мы все ищем кумиров на экранах телевизоров. Артем недавно вернулся из зоны боевых действий. Говорит, пришел посмотреть на своих товарищей только уже на большом экране. Просто долго не мог осознать, что все-таки война, и все-таки она уже идет. И когда понимаешь, что буквально в 150 километрах твоего дома может начинаться боевые действия, все-таки надо как-то идти и что-то делать. Документальный фильм «У каждого свой фронт» рассказывает о боевых действиях Широкина, о волонтерах и письмах на фронт. Короче, эти все мальчики, которые здесь, это просто наши дети. Мы за ними скучаем, мы их любим. Он сегодня приходит утром, может поесть манной каши, а больше я могу его не увидеть. Фильм снимали фронтовые журналисты «Черного солнца». По словам организаторов, работали над ним 154 дня. Фильм о грани между мирной жизнью и войной, о тех, кто живет обычной жизнью, когда кто-то всего в нескольких километрах умирает на поле боя. Допустим, было летом, когда мы приезжали из зоны АТО, мы видим вот это вот все. И когда ты приезжаешь в Харьков, а там люди просто возвращаются с пляжа или откуда-то, где-то сидят в кафе, ну, в голове не укладывалось. Вот вообще вот все как-то резко, тяжело. Не обошли в фильме и волонтерскую помощь. Рисунки детишек, которые висят у бойцов на стенах, как обереги. Документальный фильм бойца Азова будут презентовать по всей Украине, чтобы каждый знал героев лицом. Показать, что в Украине есть патриоты, националисты, для которых важна самая Украина. И они делают свою маленькую справу, но каждый ее четко выполняет и изменяют страну на лучшее. Молитва, марш под дробь барабанов по центральному проспекту города и солдатская каша на Приморской площади. Бердянские активисты гражданского корпуса полка Азов отметили День защитника Украины. Как это было, расскажет Игорь Стрельцов. Пройдя по центральному проспекту Бердянска, участники торжества собрались на Приморской площади. Здесь прочитали молитву. Галина Коваль – волонтер. Женщина оказывает помощь бойцам Азова с момента создания этого подразделения национальной гвардии. Сейчас Галина занимается патриотическим воспитанием молодежи. Мы хотим показать в первую очередь детям, молодежи, подрастающим поколениям, что нужно оценить ту землю, на которой ты родился, землю твоих предков, землю твоих же будущих детей. На площади организовали полевую кухню. Все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу. Найбольший интерес жителей и гостей города вызвала выставка военной техники. Причем это техника новая, техника выработана в Украине, на заводе крас. Мы можем видеть, что наша техника не наибольшая, она пока наибольшая, потужна, сильна. И мы готовы защищать и Украину, и Бердянск в том числе от любой беды. В рамках празднования Дня Защитника Украины организаторы устроили конкурс детского рисунка и состязания по военно-прикладным видам спорта. Все это время на сцене выступали творческие коллективы, звучали патриотические песни, главной темой которых был мир. Остановите бой, остановите войну, я для вашей злой другую страну у них за счет. Дмитрий Злащевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Огни большого города. Сегодня состоялось открытие персональной выставки картин запорожской художницы Ларисы Ермак. Посмотреть работы художницы можно в арт-галерее «Артель». Подробнее в сюжете Дианы Клочко. Впервые Лариса Ермак начала рисовать еще в детстве. В семье она единственная художница. Какими были ее первые работы, помнит до сих пор. Началась с первой росписи стен карандашом. Была за это сильно наказана. Продолжаю писать до сих пор. И родные, близкие меня поддерживают, вдохновляют. И помогают всячески. Здесь и проспекты, и хортица, и многое другое. Все это сделано с душой и любовью, говорит автор. Одна из главных работ художницы на этой выставке – вот эти «Огни большого города». Написала картину еще в 2012 году. Говорить свое настроение можно передать лишь на холсте. Праздник Рождества. Праздничный город, огни города такие яркие. Какой-то семейный праздник, тепло какого-то семейного чага. Люди спешат домой, вечером с работы, к семье. Елена любуется картинами Ларисы постоянно. Уверена, они в любой технике, в любом мотиве будут передавать поэтическую душу мастера. Глядя на эти картины, хочется ценить то, что мы видим вокруг себя. Ценить, сохранять и оберегать. Поэтому хочется Ларисе сказать огромное спасибо за то, что она сохраняет для нас. И я считаю, воспитывает любовь к нашему родному городу. Ее выставка, ее можно назвать «Объяснение в любви к родному городу Запорожью». Лариса говорит, чтобы получилась хорошая работа, не обязательно ждать музу. Она и так живет в каждом авторе. Художник сам вдохновляет. То есть он через себя пропускает увиденное, создает это на полотне и преподносит зрителю, чтобы человек увидел, вдохновился, вспомнил какие-то приятные моменты, ну, чтобы было смотреть приятно на работу. И чтобы работа несла только положительные эмоции, какой-то заряд энергии и радости. На выставке представлены 80 работ автора. Уже в следующем году Лариса планирует показать свои картины в Киеве. Столичную выставку дополнят и новые картины. Диана Клочко, Сергей Чалый, ТВ5. Во французском футбольном клубе «Парис Энджермен» стало на несколько Ибрагимовичей больше. Футбольная династия известного игрока сборной Швеции набирает обороты. Девятилетний Максимилиан и семилетний Винсент в течение нескольких недель тренируются в детской команде парижского клуба. Златан Ибрагимович посетил один из гостевых матчей сыновей. Болельщики, конечно же, узнали звездного футболиста и попросили с ним сфотографироваться. Поставить автограф Ибрагимович отказался, мотивируя это тем, что пришел не в качестве звезды футбола, а как обычный семьянин. Руслан Левицкий всегда с удовольствием раздает автографы, вот только желающих не так много, как бы ему хотелось. Новости спорта далее в выпуске. Это спортивные новости, витаю. Вже завтра відбудется головное дербе краяни. Динамо та шахтар зустрінулися в 11-му туре чемпіонату України с футболом. Ще в понеделок вони грали пліч-опліч проти збірної Іспанії. А тепер у футболках різних клубів будуть боротися за перший рядок у українському чемпіонаті. Напередодні гірники продемонстрували свою готовність перед журналістами. Усі гравці шахтаря готові до головного дербі країни. Не тренувався тільки Дар'ю Серна, який повернувся із розташування збірної Хорватії. Каяни теж без втрат. Матч на НСК Олімпійський завтра о 19.00 покаже його телеканал 2 плюс 2. В Запорізького Металурга поединок в чемпіонаті запланований на неділю. О 17.00 футболісти гратимуть в Одесі із Чорноморцем. А поки команда готується до гри, на домашньому стадіоні Металурга Славутич-Арені відбувся фінал Кубка міста Запоріжжя з футболу. У ньому зійшлися команди «Запоріжталь» та «Металург Ю-17». Про перебіг подій на полі розповість Дмитро Непоміщий. У грі за малий кубок міста або кубок престижу зійшлися команди, протилежні за віком. Втім, обидві і 17-річні вихованці запорізького «Металурга» і досвідчені гравці «Запоріжталі» прагнули перемогти. Мотивації додало і місце проведення зустрічі стадіон Славутич-Арена. Для більшості учасників гри – це вперше. У підсумку досвід переміг. На тримлячі запорізвали два доповерви і один після. «Металург» зміг відповісти лише раз. І сталося це досить випадково. Грав забив зі штрафного саме Мовченко. На партнерів не вважав більше штрафного, а не в створ бив. Кінцевий результат матчу – 3-1 на користь «Запоріжталі». Для обох соперників гра стала можливістю перевірити свої сили перед майбутними турнірами. «Металург» Ю-17 змагається у дитячо-юнацькій лізі чемпіонату України. «Запоріжталь» з наступного року виступатиме у вищій лізі чемпіонату Запоріжжя. Соперник дуже достойний. Ребята тренуються, це випускний рік. Вони фіналісти чемпіонату України. Ми вибрали тактику тренера, перед грою була предагрова встановка. Вибрали тактику від оборони гра, і це принесло свої плоди. Тактичні зіграли дуже грамотно, правильно. А власне клубок міста виграв «Мотор». У фіналі з рахунком 4-2 перемігший Росонеро. Дмитро Непоміщій, Денис Опалєв, ТВ5. Завершився в Запоріжжі літній сезон мініфутболу. З квітня у місті тривав другий з рахунком чемпіонат Запоріжжя з мініфутболу. В турній брали участь 20 команд. Нагородження фаворитів чемпіонату. Трійка лідерів запорізького футзалу розділила між собою звання переможця і призерів змагань. Третє місце у «Імекса», друге посів «Сіалджет». Перше місце дострокова посіла донецька команда «Арпі», а її гравець Андрій Огнистий здобув титул кращого бомбардиру турніру. Однак відпочивати переможцям ніколи. Попереду у них поєдинок за суперкубок «Запоріжжя» проти «Сіалджет». Зараз суперкубок ми готуємося, це головне. Зіграємо суперкубок, там поговоримо, що далі буде. Весь настроє на «Сіалджет», зимній чемпіон міста. Будемо боротися за суперкубок. Кращим гравцем турніру став представник «Імекса» Ільдар Макаєв. Поза конкуренцією серед голкіперів був воротар «Мотора» Антон Білятін. В цьому році команда більше участвувала, ніж першим. Турнір популярний, набирає популярність літній футзал. Цікаво, все проходить добре. Звісно, це у нас турнір в плані календаря наступний рік. Це буде в плані календаря на всі останні роки. Літній сезон завершений, тепер команди переходять до приміщень. Новий чемпіонат міста стартує 24 жовтня. А у суботу, 17 числа, відбудеться матч за суперкубок міста між «Арпі» і «Сіалджет». Дмитро Ванепоміші, Дмитро Сахно, ТВ5. Запорізькі каратисти відвідали чемпіонат світу. В Японії змагалися кілька наших земляків. З якими результатами приїхали, дивіться в сюжеті Оксани Якименко. В Японії запорізькі каратисти показали хороші результати. Команда в складі трьох спортсменів привезла дві бронзи. Владислав Семченко виступав у категорії старше 50 років. В ній традиційно змагаються тренери. Тут за першість боролись 23 учасника з 11 країн. Найбільшим ударом для мене був той момент, коли я після екзамену отримав травму і не мав повноцінно проявити себе. Я підібрав програму для того, щоб пройти фінал і виступити там достойно. Я хочу сказати, що я тренувався на цьому тренувальному зборі. Повністю віддаваюся для того, щоб швидко підняти свій рівень. Ще один спортсмен Владислав Сідорчук також отримав бронзу. Хлопець виступав у категорії 16-17 років в програмі Куміте. Владислав із Мелітополя, але тренується і в Запорізькому клубі також. За словами наших спортсменів, змагання ніяких складнощів не мали. Дуже втомлювала дорога. Змагання проводяться раз на два роки. Цього разу чемпіонат світу проходив у місті Сапоро. Кожного року місце проведення змінюється. У турнірі брали участь спортсмени із 26 країн. Зараз він готується на чемпіонат України по ВКФ. І перспективи вже роботи, допустим, закривати по федерації ВКФ результати, щоб вийти, допустим, по іншим версіям. Але школа каратинамічний для нас Кубок Міра. Він раз два роки проходить, і це найвисокий урівень. Хоча рівень високий, спортсмени продовжують тренуватися. Вже розпочався новий сезон змагань. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, ТВ5. Не тільки сильні каратисти, але й самбісти є в Запоріжжі. Двоє наших земляків стали чемпіонами світу самбо. У Латвії на турнірі збірна України показала високий результат – 24 медалі. Золотий дубль на молодіжному чемпіонаті світу оформили вихованці фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Віталій Шепель – вага 87 кг, та Олексій Лисенко – 100 кг. Цікаво, що у фіналі обидва запорізці були сильнішими за самбістів із Грузії. І на цьому все. Приємного відпочинку. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! В студії работала Алена Матвеєва. Всего доброго!